Люди, которые проснулись в постели с незнакомцем, какова ваша история? Когда я был в колледже, однажды в четверг вечером я гулял и слишком сильно напился, потому что на следующий день у меня не было занятий. Я проснулся в своей комнате от того, что там переодевалась какая-то девушка. Я был ошеломлен, она очень небрежно надела куртку и сказала, мне нужно на уроки, и ушла. Прежде чем я успел сказать хоть слово, я никогда ее больше не видел. Я пытался спросить друзей, с кем я пришел домой, все говорили, что я просто исчез в вечеринке и никому ничего не сказал. Ее лицо запечатлилось в моем сознании, и теперь, пять лет спустя, я понятия не имею, что случилось и с кем я провел ночь. Я знаю парня, который пошел домой с незнакомкой, потом голышом пошел в туалет посреди ночи и снова лег спать. А затем проснулся от крика, он вернулся не в ту комнату и был обнаженным в постели ее матери. Однажды, когда мне было около 11 лет, я вернулся домой со школы и нашел в своей постели совершенно незнакомого человека. Совершенно наивно я подумал, что он друг семьи. Я приготовил нам обоим бутерброды, чтобы дать ему, а когда я вернулся в свою комнату, я обнаружил, что он ушел. Теперь я смотрю на это с полным ужасом. Моя семья находит забавным, что мне потребовались годы, чтобы рассказать об этом своей семье. Однажды на вечеринке у моего двоюродного брата у меня совсем не было никакой энергии на общение, поэтому я пошел в комнату, чтобы лечь спать и проснулся посреди ночи с двумя чуваками, которых я никогда не видел, свернувшихся калачиком рядом со мной. Так что я спал между ними. Один из парней увидел, как я просыпаюсь и спросил, круто ли тут поспать, и я сказал, что не возражаю. Но вынужден попросить его дать мне немного одеяла, потому что было чертовски холодно. Он сказал, без проблем, братан, а затем завернул меня в него, как на сетка своего цыпленка, и сказал, спокойной ночи, братан. Это дерьмо было самой странной и самой милой вещью, которую я когда-либо испытывал. Папа рассказал мне нечто страшное после инсульта, а поскольку он не мог чувствовать одну сторону своего тела, он иногда просыпался посреди ночи и думал, что к нему вломился незнакомец и лежал рядом с ним. Ему приходилось успокаиваться и вспоминать, что у него был сильный удар, и он не сразу понимал, что человек, который, как он думал, лежал рядом с ним, был он сам. В детстве по ночам я ходил во сне. Утром я не мог вспомнить, что случилось. Я провел ночь в доме друга, когда мне было около 10 лет, и его семья зажгла камин в гостиной. Мама моего друга решила уснуть на диване, чтобы убедиться, что огонь погас, а папа пошел спать в спальню родителей. Из-за того, что дверь в их спальню всегда была закрыта, я никогда не был внутри, что очень-очень дезориентировало меня на следующее утро, когда я проснулся в указанной спальне, потому что отец семейства только что просыпался и вставал с постели. Ночью он решил, что я его сын и ничего не спросил, когда я лег с ним в постель. Уважение его папе за то, что он не сделал ситуацию более неловкой, чем она уже была. И это история о том, как я проснулся рядом с папой моего друга. Я учился в колледже недалеко от кампуса и решил пойти на студенческую вечеринку. Я решил пойти домой, пока спиртное не подействовало. К тому времени, как я вернулся домой, я почти вырубился. Я едва успел. Попал в постель и отключился, даже обувь не снял, лол. Я всю ночь просыпался время от времени, чувствуя, что рядом со мной какой-то человек. Я подумал, что это была девушка, с которой я встречался. Она приходила, если ей было страшно ночью или когда она хотела немного поспать у меня. Я никогда особо не задумывался об этом. В ту ночь она обнимала меня и это было потрясающе. Парням нравится иногда быть тем, кого обнимают, а не обнимать самим. Меня разбудило солнце и я пошел в туалет. Я помню, как мне пришлось перешагнуть через нее, чтобы встать с кровати. Но я потерял равновесие, потому что все еще был пьян. Я пошел в туалет, вернулся и заметил, что это не та девушка, с которой я встречаюсь. Вдобавок ко всему, она была в одном бюстгальтере и трусиках. Черт! Затем я заметил, что на мне тоже только трусы. Я не помнил, что меня раздевали. Моя одежда была сложна на моем компьютерном кресле, рядом с наполовину съеденным бутербродом сыром. Я немедленно пошел в комнату моего соседа, чтобы спросить, кто она. Он был в постели со своей девушкой. Я разбудил его, он сказал, что эта девушка утверждала, что знает меня. Я боялся. Я вернулся в гостиную и ждал, пока она не проснулась. Оказалось, ей не удалось поехать домой, поскольку она жила недалеко. Я в пьяном виде предложил ей место, где можно переночевать. Она помогла мне дойти до дома, отперла для меня дверь, потому что я был не в состоянии это сделать. Разделась и сложила одежду. Потом она приготовила мне бутерброд с сыром, потому что я пьяно умоляла еде. Я съел половину и лег. Сначала она сидела на диване, но потом, как она сказала, я громко звал ее, лол. Она обнимала меня, пока я не уснул, а потом уснула и сама. Я был смущен и благодарен. Она позаботилась обо мне. Я отвез ее домой, и мы посмеялись над этим. Мы остались друзьями на долгое время. Тусовались вместе более чем несколько раз. Мы никогда не были больше, чем друзьями, потому что я уже встречался с другой девушкой на тот момент. Иногда мне становится интересно, была ли она той единственной. Не знаю как, но мы потеряли связь. Я даже не любил бутерброды с сыром. Мне было примерно 20 лет, и я заснула на кровати в отеле, рассчитанном на 60 плюс человек, после ночной выпивки в ресторане напротив этого отеля. То, что могло быть катастрофой, превратилось в слова какого-то мужчины. Если бы у меня когда-нибудь родилась дочь, я надеюсь, она была бы такой же, как ты. Я вызвал тебе такси, и вот твой кошелек, береги себя. Я ехал поездом из Мюнхена в Венецию. Это был один из тех поездов, в которых в комнатах есть стулья, которые раскладываются в кровати. В комнату вошел пожилой итальянский джентльмен, и когда поезд тронулся, он сделал жест рукой, приглашающий поспать. Так что я отрубился рядом с этим старым чуваком. Я проснулся от того, что он хлопал меня по плечу и говорил, что мы будем в Венеции после следующей остановки. А как насчет обратного? Я выпивал с одной девушкой и ее друзьями, которых только что встретил. В конечном итоге вернулся в их номер в отеле, и еще какое-то время общался с ними и заснул около трех часов ночи. Проснулся я около пяти часов утра с сильным похмельем и совсем один. Где-то между тремя и пятью часами девушка и ее друзья собрали свои вещи и выписались из отеля, пока я спал. Я встречалась с одним действительно дерьмовым парнем. Мы прожили вместе пять лет, и за это время случилось всякое чертовски рискованное дерьмо. Но этот момент входит в пятерку лучших. Это было воскресенье ночью, около двух часов ночи. Я спала в постели, когда меня разбудило чувство, будто кто-то смотрит на меня. Предполагая, что это мой тогдашний парень, я сказала ему, что пытаюсь заснуть и не хочу заниматься любовью. Затем я услышала смех, которого никогда раньше не слышала. Я улетела с кровати, а на краю моей кровати сидел парень, буквально катающийся со смеху. Я спросила, кто он, и он ответил, я приятель Андрю, моего бойфренда. А затем он рассказал мне, как мой бывший сказал ему, что я ханджа, и разозлилась бы, если бы он пришел в нашу комнату. Но он не поверил моему бывшему, потому что он был таким крутым, зачем ему встречаться с такой скучной девушкой. Потом он спросил, не хочу ли я кое-чего запрещенного. Я вышла и сказала своему бывшему избавиться от него и дать мне поспать, так как утром мне надо было на работу. Его ответ, ну теперь, когда ты встала, можешь отвезти нас в Макдональдс? Мне было около 19 лет, и я был на фестивале выходного дня, на котором большинство людей располагалось в лагере в палатках. В субботу мы праздновали с выпивкой. Я отрубился и проснулась на надувном матрасе в чужой палатке. В какой-то момент я сел, чтобы сориентироваться. В палатке была какая-то парочка, но они не лежали на надувном матрасе. Парень сел сразу после меня и сказал, дружище, я не знаю, кто ты, но тебе лучше убираться отсюда. Я не задерживался, чтобы задавать какие-либо вопросы. Еще живя в родительском доме, проснулся после клубной ночи. Было все еще довольно темно, но я увидел кого-то рядом с собой в своей постели. Я 15 минут пытался понять, кто это был, прежде чем решил взглянуть. Оказалось, что это были мои дополнительные одеяла, которыми я заполнял пространство между кроватью и стеной. Я решил, что мне нужно больше поспать перед тем, как вставать в постели. Я заснул в постели своего друга, потому что он ушел спать на диван, и я проснулся рядом с какой-то девушкой. Накануне вечером у нас ничего не было, но несколько человек сообщили, что видели, как она вошла в комнату и просто легла рядом со мной, сказав им, что я ее парень. А я им не был, а затем уснула. Возможно, она перепутала меня со своим парнем, а когда проснулась, просто выскользнула и пошла домой. Я много пил и принимал таблетки, поэтому почти не помнил прошлую ночь. Я проснулся в постели голышом. В постели был еще один парень, я предположил, что он тоже был голый, потому что на нем не было рубашки, а одеяло покрывало все, что было внизу. Я просто встал, оделся и ушел, а парень даже не встал, да и я не хотел его будить. Я был крайне сбит с толку и просто решил, что переспал с ним. Я никогда не увлекался мужчинами и никогда ничего не делал с ними. Честно говоря, я был напуган. Через три дня мне позвонили, и по всей видимости, это был тот парень. Он сказал, что я оставил свои наушники и что он хочет знать, что я хорошо добрался до дома. Он сказал, что я уронил их на пол, когда снял одежду посреди ночи. Я ответил, в смысле, посреди ночи. Он, как оказалось, предложил мне место для сна, потому что я был слишком пьян, чтобы попасть в метро, и я был полностью одет, но где-то посреди ночи я встал и выпил две рюмки спиртного, а затем снял всю свою одежду и стал танцевать. Я попросил записать, как я танцую, а затем отрубился в постели. Я подружился с ними, он прислал мне видео, на котором я танцую голым в его комнате. У меня до сих пор есть это видео. А на этом все, большое спасибо за просмотр. Если видео вам понравилось, обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал. А также в описании я оставлю ссылку на телеграм-канал, где публикую еще больше подобного контента, переведенного на русский язык специально для вас. И еще раз всем большое спасибо за просмотр, пока!